Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 4 сентября 2019 года. Около месяца я не выходила в эфир, но на то были свои основания. И отдых, и небольшой отпуск, и путешествие в Крым по трассе М4. Я хочу сказать, что советский дух, он жив. Он нам встречался везде. По поводу Тавриды Крыма и свидетельств недавней катастрофы XIX века у меня будут видео далее. В этом фильме я хочу показать то, что важно нам, советским людям, любящим свою родину. Важно обращать внимание, поддерживать и продвигать как альтернативу господам из телевизора, где кроме насилия и несчастных судеб, криминала и шоу-бизнеса, с его выяснениями отношений между собой ничего нет. Еще важно говорить о том, как органы РФ, маскирующиеся под охрану исторической памяти, на самом деле совершают диверсии против этой самой памяти. Хотя с какой стороны посмотреть? Итак, путешествие в Крым, трасса М4. Недалеко от Воронежа останавливаемся, чтобы посмотреть выставку военной техники. В настоящей военной технике. Оказывается, с этим у нас тоже проблема. Так, на новых памятниках товарищи авторы начинают путать, случайно, конечно, автоматы Калашникова с немецкими шмейсерами. Или силуэт нашего солдата вдруг начинает походить на силуэт натовского. Таких примеров много. Это проверка на толерантность. Насколько вы, товарищи, советские граждане и их дети, подрастающее поколение, бдительные, где степень чувствительности слабеет и куда можно протянуть свои липкие щупальца. Так, общество. Рвио. Р-В-И-О. Слушайтесь звучание. Рви-О. Вырви глаз. Зачем рвать букву О? Рви-О. Почти врио. Да, врио тоже есть. И оправдывает звучание. Временно исполняющие обязанности. Ври-О. Том ври-О-Сем. Так вот, в сети было замечено несколько провокационных заметок о памятниках, созданном этим обществом. Рви-О. Под управлением... Все это находится под управлением министра культуры Мединского. Пока старшее поколение помнит и бдит, да, удается отслеживать эти провокации. А что будет дальше? Враг применяет к нашему народу для его уничтожения и переформатирования метод вареной лягушки. Враг не спешит. Он действует наверняка, усыпляя бдительность. Отечество в опасности, товарищи. Поэтому, когда мы увидели на трассе М4 выставку военной техники, остановились посмотреть. И было что? Все настоящее. Не муляжи. И в рабочем состоянии. На танках и машинах можно прокатиться. Такого нет даже во многих музеях. Немецкий мотоцикл. Вот на таких мотоциклах они разъезжали по нашим дорогам. Езжали в города, в деревни, пехота. А где цепляет? Это цепляет. 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 Цепляет, что он тоже на ходу у нас? А? Вот эти танки бросались. Да. Вот эти танки разрушили наши города. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И заиграл любимый пальц товарищам бойцам Радист задорный подхватил напев любимый свой И заряжающий вступил, вступил со всей душой Мы с этим вальсом шли вперед за наш родной народ Походный вальс, любимый вальс, товарищ наш поет Про наши встречи, про девчат оставленных вдали И про героев, про ребят, что до границ дошли И снова мы готовы в бой, в победный бой идти И в мире силы нет такой, чтоб наш удар снести Труба тревогу нам поет в осенней серой мгле Друзья, 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 пора, 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 пора в поход Уходим на заре, но вальс, как прежде, на устах Играй же, гармонист, любимый вальс Вальс, походный вальс, который пел радист По трассе М4 в Воронежской области есть село Лосево Многим оно известно, так как там постоянно пробки по дороге на юг и обратно Но скоро делают объездную трассу и таких пробок не будет Тем не менее, по всей видимости, эта территория также пострадала от ядерной бомбюшки Но я сделаю вдогонку короткий сюжет после этого видео Конкретно по Лосеву и Засыпу Там есть кафе с домашней кухней, а рядом деревенская изба-музей Небольшой бизнес, выставка продажа старых русских вещей Из заброшенных деревень советского периода с довоенных и послевоенных Называется это «Пойди и найди» антикварная археология Русские самовары, крынки, прялки, статуэтки Я еще застала в детстве в доме бабушкиной сестры и настоящую прялку, рабочую И даже мне показали, как нить прячь, руки-то помнят И старый самовар И сам дом деревенский, который тоже уходит в прошлое И сенья, и половицы А вот половицы в этом домике знатные Огромные половицы Сейчас таких не встретишь Василий, хозяин этого дома, рассказывал, что у него просили продать их Но он отказал Это же история Жаль только, что майки чужие, с чужими символами оккупационными Пора нам свои вещи создавать, со своими символами И следить за этим, и обращать внимание, что мы носим на себе Какие надписи Но тем не менее, я всегда благодарна таким людям Энтузиастам, которые собирают нашу историю По крупицам С любовью, сохраняют ее Да, пускай это небольшой бизнес Пускай кто-то заедет и что-то купит Ну, такая выставка, продажа Но эти вещи все согреты теплом Они настолько родные, они настолько живые От них идет такая энергетика Сейчас посмотрите несколько видеосюжетов За усердие и труд и герой труда При царе, да, награждали его Ну да, там была медаль набитая За усердие и труд При власти советской уже он давался там награждание Передовиков номерные, все как бы Присвоим номер И там давалось там передовику труда Может хлеборобу, может там, металлургу А вон видишь, с трубой прям Все в экспозиции Вот, видишь, у меня такой был дом Дом 60-х, пахнет прям Запах детства там Детства, родства Своих Вот, говорю, и мороз по коже Настоящая избушка Это у вас прям музей Это вы просто по местным, да, вот так вот Собираете потихонечку Из округи Сам дом Постройки 1962 года Интересней с фасада Со своими наличниками И металлическими украшениями То ли кони То ли львы Но слишком ушастые Не разобрать Но делали с любовью А вот каски у вас откуда? Это итальянцы У нас же стояла здесь дивизия Это когда оккупация была, да? Нет, ну, оккупация, да Ну, немецкие, наверное Вверх, значит То есть это итальянцы? Да Их много здесь Магяр грохнули Под Острогорском там Почти их все Мы были, помнишь, что под Острогорском приезжали Когда с Костюнок ехали На Острогорском, по-моему, это выезд, да? Да-да-да-да И мы останавливались у мемориала Там их много Большую часть населения Ну, где вот сходишь с Олдаку Магяр, да? Магяр всех Они сами зверствовали? Ну, сами, да, они зверствовали Они зверствовали, да И приказ был в плен не брать Согласно с автором сайта Военное обозрение Мораль тут проста Кто с мечом к нам придет Меча и погибнет Должны все помнить и знать об этом Вечно И там, получается, подполная мелесть И вот сенсы маленькие Все как положено И колесо настоящее И вот этот домик настоящее Домик настоящее В нем даже есть пичушка Здорово! Здорово! А как Вас зовут? Василий Несколько дней мы отдыхали На Керченском полуострове Недалеко от Казантипа На Азовском море Море мелкое Но красивые пейзажи и закаты Медузы Правда, в этом году было Небольшое экологическое бедствие Говорят местные Очень много гибло медуз Такого они не припомнят Есть там интересный человек Моряк Он так обустроил свой домик Что невольно Наполняешься радостью Когда находишься рядом Рассматриваешь С какой любовью и фантазией Сделаны скульптуры На берегу Из подручных материалов Тут и робот-рыбак И памятник Бычку-кормильцу И распорядок дня И каждый день В 12.00 Выстрел Авроры Звучит музыка Звучит музыка Здесь есть информационный плакат Уважаемые жители и гости мыса Казантип Мы находимся в зоне 45-й золотой параллели Живите в гармонии с природой Есть плакат о том, как Крым едва не превратился в базу НАТО Об этом чуть подробнее История случилась при президентстве Виктора Ющенко Который так любил американцев Что решил в обход действующего тогда на Украине Законодательство построить в Крыму базу НАТО Для этой цели был выбран малозначимый военный полигон неподалеку от Старого Крыма Планировалось провернуть все по-тихому Без привлечения внимания крымчан Мол, ленивые туземцы Никто из них и внимания не обратит Лишнего слова не скажет 27 июня 2006 года В морской порт Феодосии Под предлогом совместных американских учений Прибыл американский сухогруз С военным и строительным персоналом в 200 человек И с оборудованием для сооружений базы А в порту их ждал сюрприз Неравнодушные феодосийцы подогнали грузовики И перекрыли выезд с территории порта А жители Старого Крыма перекрыли дорогу на полигон Через неделю американцы все же смогли выбраться из Феодосии Но пикеты старокрымчан они преодолеть не смогли По всей видимости, натовцы натерпелись в Крыму такого страху Что их организованно отправили на время в Алушту В санаторий подлечить нервишки Но оказалось, что и там американцам не рады Персонал санатория отказался обслуживать незваных гостей Люди отключили в санатории свет-воду И разошлись по домам А тут уже по всему Крыму местные депутаты Стали принимать решение о том, что Крым – территория свободная от НАТО И Севастополь это поддержал А потом и Харьков, и Донецк И после почти месячного противостояния Американцев самолетами вывезли из Крыма А все контейнеры с оборудованием отправили назад в море Вот так Крым еще в 2006 году стал территорией без НАТО И теперь навсегда Нам очень понравилось Энергетика там великолепная Наверное, потому что много детей Они искренние, непосредственные, чистые С другой стороны Казантипа В Татарской бухте есть свое место сила И красивые закаты, и визги детей И даже шторм Целые сутки ветер дул без перерыва Как в огромный пылесос Но все очень понравилось Все родное, наше, живое А эти рыбки сделаны детскими руками Они сами лепили глину Сами раскрашивали, и теперь кусочек лета Эти рыбки на стене будет хранить атмосферу Казантипа И Азовского моря до следующего сезона Я всегда что-то беру на память И чтобы поддержать рублем наших умельцев Кто хранит наш дух советских граждан Нашей великой Родины Союза Советских Социалистических Республик Которые мы искренне считали себя в детстве Счастливыми детьми И искренне провозглашали лозунг За детство счастливое наше спасибо Родная страна Прошли 30 лет дикого колониального капитализма И поняли С олигархами каши не сваришь И в будущее не пойдешь Нельзя народу жить Одними извлечениями прибыли Это не наше, чужое, навязанное Да и слово прибыль почти прибил Прибили Прибыли Прибили Дело должно приносить не только выгоду материальную Но и питать душу русскому человеку Западникам этого не понять Так как понятия души у них отсутствует Есть только тело, материя, золотой телец И поклонение ему, примитив одним словом Животный уровень А я благодарю людей, которые встречаются нам путешествия по стране Кто поддерживает и сохраняет наши традиции и ценности А стихами Маяковского заканчиваю этот небольшой фильм Я знаю Город будет Я знаю Саду цвесть Когда такие люди В стране советской есть По скрипту В заключение скажу Благодарю всех Кто бережет нашу память Память наших отцов и дедов Наших родных Нам, рожденным Через 15 лет после окончания войны И помыслить было невозможно Что придет такое время Что на нашей земле Политой кровью наших дедов Погибших За нас всех За всех, кто сейчас живет на планете Придется видеть Такие одиночные плакаты Как в Калининграде Реверансы перед потомками нацистов Житель Калининграда Юрий Иванов Чья бабушка с отцом Были угнаны фашистами в рабство Восточную Пруссию Организовал одиночный пикет Протестуя против музыкального фестиваля Под лозунгом Город не виноват В памяти жертв Бомбардировки 26-30 августа 44-го года Фестиваль с таким странным названием Прошел вчера 32 августа Вечером в Калининграде При поддержке Министерства культуры России И правительства Калининградской области По сути, калининградцам навязали скорбь О Кенигсбергсе Погибших от бомбардировок Наших союзников Королевских ВВС Великобритании На тот момент Это был немецкий еще город Воздушный штурм Кенигсберга Был совершен 26-го по 30-е августа 1944-го года Погибли 4000 жителей При численности Кенигсберге Менее 400 тысяч человек То есть порядка 1% населения Город не виноват Рейх тоже Зачем калининградцам Германский консенсус Калининградец Юрий Иванов Инженер по профессии Накануне вышел К собору Где состоялся музыкальный реквием С плакатом Не хотите помянуть Жертв бомбардировки Сталинграда Бабушка работала На мясо в комбинате Жили в бараке С другими астарбайтерами Рассказывала случай При бараке Они имели огороде Где посадили картошку Вскоре надо было Снимать урожай Нам сказали Что завтра Через их место Будут идти немецкие войска Они уже драпли От наших войск Выкопать за ночь Люди не успели А голодные немцы Если увидят ботву Картошку все выкопают И один литовец Подсказал им Срезать ботву Как будто ничего нет Так они и сделали Немцы прошли Картошка досталась Пленным работникам Были угнаны В рабство После войны Семья осталась жить В Клайпиде Так как дом Пригороде Ленинграда Фашисты сожгли Лозунг Город не виноват Который использует Наша культура Ложный Продолжил Юрий Иванов Ответственность За развязывание войны И страдания наших граждан В том числе Моей бабушке и отца Лежит на всех немцах Конкретно на жителях Восточной Пруссии Которые выбрали Преступный режим И работали на него А не только на Гитлере Как пытается сейчас Убедить германское общество Нас, россиян Из Калининградской области Город состоящий Прежде всего из людей И производства Виноват Лозунг Не хотите помянуть Жертв бомбардировки Сталинграда Был выбран Не случайно Объяснил Юрий Иванов 23 августа 1942 года Сталинград Равный по численности Кёнигсбергу Подвергся Первой массированной Воздушной бомбардировке 4-го воздушного флота Немецко-фашистского Люфтваффе За полдня Враг уничтожил Более половины Жилого фонда Погибли более 40 тысяч человек То, что предстало Перед нами 23 августа В Сталинграде Поразило, как тяжелый кошмар Писал в своих мемуарах Маршал Советского Союза Андрей Еременко Беспрерывно То там, то здесь Взмывали верх Огнедымные султаны Бомбовых взрывов Огромные столбы пламени Поднимались кверху В районе нефтехранилищ Потоки горящей нефти И бензину Стремились к Волге Горела река Горели пароходы На Селенградском рейде Смрадно Чидила асфальт Улица, площадей Как в спичке Вспыхали телеграфные столбы Стоял невообразимый шум Надрывавший слух С своей адской музыкой Виск летящих с высоты бомб Смешивался с гулом взрывов С крежетом и злязгом Рушившихся построек Треском бушевавшего огня Стонали гибнувшие люди Надрывно плакали Взывали к помощи Женщины и дети Стоит также отметить Что во время проведения Одиночного пикета Рядом находился Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак С представителями немецкой дипмиссии Чиновник так и не подошел Калининградцу Ну а что им подходить Они реверансы делают Они считают Что немцы не виноваты Надо услужить Надо услужить Потому что сейчас у нас Не советская власть Сейчас у нас капитализм Надо вставать на цыпочки Перед хозяевами И по Острогожской битве Незваных к нам мадьяров Свеженькая Несколько сотен тысяч Венгерских солдат И офицеров Принимали участие Во Второй мировой войне Стоит ли этим гордиться Ведь они воевали На стороне Гитлера Красавцы Шли убивали Издевались Над местным Безоружным Мирным населением Нам все это сейчас Предлагают забыть Все забыть Однако в Будапеште На этот вопрос Ответили утвердительно Недавно на странице Правительства Венгрии Фейсбук появилась надпись Вспомним мужество Наших дедов Героических Венгерских солдат Которые до конца Сражались за Венгрию На Дону Уважение героям Венгров привел В Россию Гитлер Так же как и других Своих сателлитов Румын, финнов, итальянцев И многих других Фюрер обещал им Жирный кусок земли Но завоевателям Достались лишь Березовые кресты На могилах Венгрия, которую Еще называли Обломком Автора Венгерской империи Вступила в войну Против СССР Вскоре после нападения На нашу страну Войск Третьего Рейха Через границу Пришло 44 тысячи Солдат и офицеров На вооружении которых Было 200 орудий 160 танков И 100 самолетов Но это было только начало В дальнейшем Венгрия по требованию Гитлера Постоянно усиливала Свой военный контингент На фронте В оккупированных районах Действовали еще Четыре венгерских Дивизии СС Они увечили Убивали всех Кто попадался На их пути Так было на Украине В Белоруссии В Черниговской Воронежской Брянской Курской И других областях Советского Союза Красноречивый факт После того Как жители Острогожского района Пришли К командующему Воронежским фронтом Николая Ватутину И рассказали О чудовищных Преступлениях Венгерских оккупантов Потрясенный генерал Приказал Мадьяр Плен не брать И вот сегодня Нам предлагают Это все Забыть Так у них что У всех Память укоротилась У потомков Старческая деменция Придется напомнить Деменция От латинского Безумие Приобретенное Слабоумие Стойкое снижение Познавательной Деятельности С утратой В той или иной Степени Ранее усвоенных Знаний И практических Навыков И затруднением Или невозможностью Приобретения Новых И вот Возвращаясь к началу Этого фильма Я хочу сказать Что все эти Ошибочки На плакатах На памятниках Сегодня в современной Российской Федерации Это абсолютно Не случайная вещь Просто взяли Ошиблись Не поняли А это Закономерная Политика По искажению Истории Великой Отечественной Войны Всех вам благ Спасибо Что посмотрели Это видео До конца Подписывайтесь На мой канал Оставляйте комментарии С вами была Галина Конышева Память Превыше всего Превыше всего